Да все у нас квадратное. Телевизоры у нас квадратные, телефон у нас квадратный, компьютеры у нас квадратные, ноутбуки у нас квадратные, планшеты у нас квадратные. Как достало все это? Особенно достало, когда и конструкторы детские становятся квадратными. Это лего, это что такое? Стендовый моделизм, это совершенно все другое. То есть вы действуете своими руками и собираете из ничего по узлам настоящую модель самолета, танка, автомобиля, корабля. И где стендовый моделизм сегодня развит? Так, чтобы было все. Только здесь, в Советской Армии 31А. Это улица Советской Армии, промежуток между Карломарксом и проспектом Ленина. Да это и музей одновременно, потому что коробки коробками, а здесь кое-что можно попробовать и вживую. Ну и информацию полезную почерпнуть. Основные сведения о отечественных танках я узнал, когда был чуть-чуть больше моего сына. Была такая открыточная версия, красивая, очень великолепная полиграфия, советские танки. Но про этот танк там ничего не говорилось. История про него умалчивала. И только потом, когда в Советском Союзе был такой популярный журнал «Юный техник» и моделист-конструктор, в последнем было больше информации и нагляднее. Так вот, рассказ я там прочитал и сейчас вам его доложу, как и обещал. Про танк КВ-2. На 1939 год это был самый передовой танк. Ну, самый тяжелый танк, самый мощный, потому что в этой башне устанавливалась пушка калибра 152. Ну и рассказ был танкиста, который на БТ пытался немецкий танк подбить. Стреляю, стреляю, говорит, стреляю, стреляю, ничего не получается. Пушечка маленькая, 27 мм была. Тут рядышком что-то хлопнуло, и от танка ничего не осталось. Поворачиваю башню, смотрю, вот эта красота стоит. К сожалению, красота эта даже не участвовала во Второй мировой войне, потому что, ну, были проблемы у него с трансмиссией, и их в основном побросали. Единственный живой танк стоит сейчас в Подмосковье. Все остальное это имитация. Поэтому исторически рекомендовал бы вам показать такой танк своим детям. И у меня есть реальная возможность стать докой в истории, как, впрочем, и у вас, если наша дружба продолжится. Потому что есть простой пример. Прошло более 30 лет, а желание творить у меня не пропало. В моих руках первый импортный самолет, на котором мне удалось полетать. Вообще, то, что здесь творит хозяин, это неправильно все. Я сказал, что я должен быть самым продвинутым, и у меня должна быть коллекция 1х72. Вы простите, 1х44, потому что к 1х72 это было вот так вот. Вот так вот. Так вот, на этом самолете мы с тем человеком, кто сейчас держит камеру, улетели в Америку в 97-м году. Тогда еще иномарок у нас не было толком-то. Отличный самолет, очень понравился. Уже чуть позже, в 2006-м году, летя из Германии, я себе купил в масштабе 1 к 200 самолет. И теперь в моем туристическом агентстве есть две модельки популярные. Но когда ты сидишь в самолете, ты же не можешь понять размер аэропланов, которые стоят на парковке. И поэтому, если вы занимаетесь стендовым моделизмом, у вас есть возможность понять, что Ил-76 это достаточно небольшой самолет. Вот. А теперь из того, что вы можете наблюдать каждый божий день, если все-таки на небо смотрите. Дело в том, что над Магнитогорском в большом количестве сейчас борты летают. Вот, точка. Отмечаются они над нами и уходят. Кто на Китай, такой самолет 100% шпарит над территорией России. Потому что видел я такую машину. Это А340. Точно такой же, где-то 23 года назад пропал над Атлантикой. Ну, реально красивая машина, правильно? На таком мы еще не летели. Ни разу. Хотел это попробовать. Потому что примерно с таких вот возрастов питал любовь к авиации. И с гордостью скажу, что на 60% мирового и 90% отечественного авиапарка летал. И желание довести общий счет до 100% осталось. Меня немножко бесит наши кинематографисты. Они вот переводят фильмы таким достаточно корявым образом. И вот на экраны 19 апреля, кстати, завтра, потому что мы снимаем 18 апреля, выходит замечательный фильм под названием «Морской бой». При этом называется он в английской версии «Бэттлшип». Причем тут «Морской бой», когда это класс линкоров «Бэттлшип». Это линкоры. Они уже, скажем так, свое отыграли. Но, тем не менее, в этом кино вы можете увидеть в действии какой-то из линкоров. Не назовусь. Класс линкоров. Самый большой линкор, я вам рассказывал в прошлой передаче, был японский. Назывался он «Ямато». Там еще один был. Ну, вот как-то так вот. Затем уже размерами чуть меньше делали корабли «Американцы». И «Бэттлшип Нью-Джерси» был заложен в городе Филадельфия в 1936 году, как раз перед войной. Он принимал участие в битве при Иваджиме в 1943-1944 год. Затем уже в Корейской войне, вот здесь вот, кстати, изображен вертолет, я потом видел уже. Вот. И сейчас, в отличие от великолепного российского флота, который весь пошел на переплавку, с исключением пророжавшей «Авроры», в 99-м году этот корабль заслуженно пошел на пенсию и стоит на той речке, которую мы с Максимом пересекали. Река называется Дилавер, и на этой реке есть город Филадельфия. Вот сейчас вы можете слетать в Америку, благо визовый режим упростился, и посмотреть либо Нью-Джерси, потому что вы в любом случае поедете в туристическую поездку в этот город, Филадельфия, я имею в виду, либо вы сможете посмотреть Интерпит, который стоит в Нью-Йорке. Интересно, американцы относятся к своей истории, не правда ли? Ну да, а наша гордость расписана на трамваях. Наша гордость – это налоги со всех, на благо кого непонятно. А историю мы отдаем сначала армейским вандалам, потом бомжам, а затем отморозкам, сдающим все на металлолом. Великая российская история, век 21-й. Знаете, кто больше всего под впечатлением? Вот магазины стендового моделизма. Нет, вот этот молодой человек. Да-да-да, он мне скомандовал, папа, срочно собери такие же модели. Но у меня есть модели. Ему понравились самолеты гражданской авиации. Ну что ж, а почему нет? Вот видите, он такой уж энергетически заряженный стал, потому что если такому ребенку в возрасте один год это интересно, подумайте, что скажет ваш ребенок, если увидит то, как это и из чего это сделано.